Всем привет! Вы на канале Love Plays, меня зовут Ульяна, и я сегодня хотела бы начать играть в Planet Zoo. Выходило с последней моей попытки играть в Planet Zoo довольно много дополнений. Вышли всякие новые клёвые зверушки, в том числе водоплавающие зверушки, которые мне особенно нравятся. Всякие выдры, бобры и прочее. И я думаю, на них мы как раз и сосредоточимся. В первую очередь создаем новый зоопарк. Я думаю, что это будет лиственный лес. Например, Северная Америка. Такое, чтобы, знаете, а-ля Канада, а-ля Сибирь. Вот такое что-то. Можно, конечно, Азию выбрать, но Азия, наверное, имеется в виду совсем уж Азия какая-то. Да, это что, Китай? Так что выберем Северную Америку, чтобы у нас прям была такая трусибирская погода. Тип ландшафта, наверное, ровный. Хотя давайте попробуем. Не знаю. Я не знаю, что такое example2.tif. Назовем ее зоопарк, например... Ой-ёй-ёй. Капс. Нордстар. Да, Северная Звезда. Правильно ли я написала Норд? И создаем. Пускай она пока создаётся. Да, я правильно написала Норд, я проверила. Да. И будем сейчас смотреть, что за зверушки. Я сразу предупреждаю, что я хочу делать эти серии с большим количеством всякой информации. То есть мы будем читать зоопедию про животных, подробно смотреть, что они, как они. Обязательно, обязательно все интересные факты про них читать. Если вы знаете про этих животных, какие-то еще интересные факты, обязательно пишите их в комментариях. Так. Ага. Ой-ёй-ёй. Это вот это вот у нас этот самый тиф, непрогрузившийся, да? Я-то что-то понадеялась, что вот это вот прекрасное поле. Ну, слушайте, классно, если честно, выглядит как какая-нибудь Швейцария. Так. Ну, у нас, значит, много гор. Честно, я надеялась на водоемы. Но будет много гор. Ладно, водоемов тоже будет много, но уже рукотворных. Итак. Мы вот здесь находимся. Я вижу, что уже в стиле, по-моему, Новый Свет у нас. Вот эта вот прелесть. Мы Новый Свет... Вообще, тут есть для тех, кто еще не играл в эту игру, но интересно, что же тут происходит. Я расскажу немножко, что есть несколько стилей оформления, в том числе, там, Африка, Азия. Новый Свет это такой вот какой-то, мне кажется, больше какая-то Норвегия, Финляндия, чем Канада. Ну, в Швейцарии опять что-то такое минималистичное, но с большим количеством дерева, камня, с большим количеством растений в интерьерах. В общем, мне нравится особенно этот самый Новый Свет. Так, ладно. Все, я поговорила. Много-много и меня, наверное, не остановить. И мы сейчас выберем дорожку, которая будет у нас самое главное. Это у нас дерево. Ничего не видно. А, горизонтальные доски, вертикальные доски. Кара, кстати, неплохо. Круглые бревна хуже. Трава, конечно, тут мешает дурацкая. А знаете, что мы сделаем? Мы схитрим. Мы схитрим. Вот так вот покрасим, да, чтобы не мешало. Не мешало выбирать. Так, светлый асфальт. Ну, совсем сколько тысяч. Темный асфальт как-то агрессивно. Блоки мило, хотя шпилькам я, конечно, не завидую. Самый нейтральный, наверное. Ой. Тут у них какая-то текстурка нестилизованная, странная. А это какой-то вообще паркет, что попало. Ощущенная камня. Вот это вот, кстати, такая, с одной стороны, немножко космическая. Нет, слишком космическая на мой вкус. Грунтовые дорожки. Это просто, это важно. Я так много времени там уделяю. Именно потому, что это важно. Водная дорожка. Какая прелесть. Так, ну. Почему вот постоянно возвращаясь к этим блокам? Каждый раз, каждый раз. Давайте, наверное, все-таки вот такую. Она была бы чуть-чуть посерее. Вот мне просто вот это нравится, потому что такое холодное. Цвет не отвлекает. Тут деревенская слишком светлый. Так, ладно. Это вход. Это дорожка. Давайте мы сразу сделаем большие дорожки на 8 метров шириной. Так. Это важно. Еще, что нам точно важно. Потому что, ну, расстояние, ну, кстати, пространство у нас такие хорошее. Но важно следить за деньгами. У нас их не очень много. Пока не можем торговать животными, потому что у нас пока что нету... Нету вообще никакого оборудования, да. У нас сперва мы должны построить какие-то объекты для жизни наших животных. И наших, самое главное, смотрителей. Так. Сейчас. Это в объектах. По-моему, вначале у нас вообще ничего не исследовано. А, нет, подождите. У нас почему-то исследована Африка. Вот это да. Внутрите. Магазины африканские. Африка у нас, главное, исследована. А остальное я бы, честно, не Африку лучше ставила. Ну, ладно. Знаете что? В каком случае? Я буду ставить базовые вот такие вот. А потом мы их заменим. Итак, нам нужно такое как бы местечко, по которому будут ходить наши людишки. Им мы сделаем 4 метра. Им много не надо. То есть их просто небольшие толпы у нас. Вот такое вот маленькое местечко, где у нас расположатся всякие наши домики смотрителя, исследовательские центры и так далее. Так. Что? Сперва центр обмена нужен. Такой вот он у нас маленький. Но он нужен. Центр обмена. Есть. Все. У нас открылась торговая с животными. Сразу же нам нужна мастерская. Мастерская. Сразу же нам нужна исследовательский центр обязательно. Так. Есть. Ветеринарная, операционная. Какая здоровая. А можно поменьше? Нет. Так, комната отдыха сразу нужно. Все это переделаем. Вообще, я думаю, даже вот отсюда это все снесем. Просто тут фишка в чем? Если мы посмотрим, то от вот этой вот штуки, от входа, у нас идет электричество в небольшой зоне и вода. Поэтому пока что нам не надо ставить никакие трансформаторы. Денег, ну, 33 тысячи. Это очень немного. Так, теперь, теперь, животные смотрим. Сейчас у нас никаких животных, но что-то у меня, по-моему, было. Да, смотрите, еще из прошлых каких-то осталось. Я думаю, мы их не будем использовать, наверное. Так, бразильская. Ну-ка, фильтруйте-ка мне по виду. Во. У нас есть чернохвостые вот эти вот луговые собачки. У нас есть бразильские выдры. У нас есть куча белых павлинов. И черная антилопа. Это уже, мне кажется, очень-очень здорово. Значит, из-за того, что вот это вот черная антилопа. А, в первых, у нас все девчонки. Во-вторых, это уже пенсионерка. По-моему, да? Пожилая особь, да. Ну, ладно. Луговые собачки и бразильские выдры. Мне кажется, прекрасное начало. Итак. Значит, что нам нужно? Для начала, я думаю, что нам нужны барьеры. Нам тоже нужно подумать, в каком стиле мы хотим их делать. Они потом тоже, конечно, заменяются. Но, на всякий случай. Я думаю, что мы сделаем бревенчатые вот такие вот вольеры. Это у нас будут жить тут луговые собачки. Так, ну-ка, сейчас сразу будем пользоваться горячими клавишами. Без них никак. Так. Вот сделаем вот такой вот небольшой вольерчик. Чтобы было видно, мы вот здесь вот это вот добро выделим. Вопросим, нам здесь шлепнуть окошко. Во. Хорошо. Теперь. Луговая собачка. Мне, пожалуйста, луговых собачек. Так. Мальчик, девочка, все хорошо. Отправить в зоопарк. Недопустимо направление. Ага. Потому что, знаете, почему? Потому что я дверь не сделала. Так. Деревянный ворот вольера. Сойдет? Сойдет. Я думаю, сойдет. Есть. Ну, теперь-то дадите. Отправить в зоопарк. Нет дорожки. До места назначения что? Есть дорожка. Алло. Это что, по-твоему? По-вашему, не дорожка? Может быть... Подождите. Наверное, нету смотрителя. Все. А я заранее предупреждаю еще о том, что я, скорее всего, буду строить вольеры на достаточно большой скорости. Потому что это очень долго, сделать красивый вольер. Это, ну, примерно минут 40-час занимает, по моим прошлым наблюдениям. Так. Два смотрителя. Один механик. Нам еще нужен ветеринар. Лектор подождет. Уборщик тоже нужен. Все. Сейчас они все. Смотрите. Бах. Так. Ну, теперь-то. Теперь-то вы мне позволите, елки-палки, перенести. Есть. Все. Перевозка запланирована. И... Перевозка запланирована. Сейчас, как только они попадут в окна в зоопарк, мы первым делом поставим на паузу и сделаем больерчик. А пока что. А пока что. А пока что. Ну, давайте-ка пони... А, не дают пока что почитать. У них, кстати, разная расцветка. Песочный мех. И... Все их сразу забрали? Все их сразу забрали. Так, что у нас тут? Нам нужна операционная, говорят. Нам нужна карантинная зона, и нам нужен домик смотрителя. Ладно. Домик смотрителя мы поставим прямо здесь. Нам нужна операционная, говорите, да? Начинаем мы читать, что о них написано, что о них рассказано. Взывает наименьшее опасение. У них по редкости, к счастью. Видимо, их достаточно много. Чернохвостая луговая собачка. Это вид грызунов, обитающих в прериях, лугах, полупустынях и степях США, а также на небольших территориях Канады и Мексики. Чернохвостые луговые собачки имеют мех песочного цвета с более бледным окрасом на животе. У них длинные когти, маленькие ушки, черные глаза и хвост черным кончиком. Собцы немного крупнее самок, но в остальном внешний вид одинаков. Вес в чернохвостых луговых собачек составляет от полукилограмма до полутора килограмма. Длина тела вместе с головой 36-40 сантиметров. Такие с кошку, да? С маленькой, у вас очень маленькую кошку. Чернохвостые луговые собачки не находятся под угрозой исчезновения и обширно распространены по всему ареологию. Обитание. Это здорово. Так, значит, им нужно 180 метров как минимум. Не нужно ни вода, ни еда. Но, кстати, воду мы все равно им сделаем, потому что мне страшно нравится смотреть, как они пьют. Так, размер группы. Не более одного самца, не более 11 самок. Хорошо, значит, пацанов всех будем отселять. Отношения с людьми нейтральными. Можно ли вы селим заходить в вольер? Да, вот это, да, вот это, кстати, здорово. Это здорово. Так, и пока что у нас по поводу диеты супер минимум известно. Будем изучать. И самое забавное, что они хотят жить с американскими бизонами. Но это мы обязательно сделаем. Ладно. Так, что мы делаем с вообще первым делом? Это мы просим ветеринара сосредоточиться на них и исследовать их побольше. Теперь, что мы просим нашего механика? Мы хотим, чтобы наш механик поизучал немножко новый свет. Почему Африка изучена, а новый свет нет, я не знаю. Может быть, это все дело во франшизе? И потому что я изучила это в других, я не уверена. Видите, я какое-то время не играла, сразу все забыла. Так, ну что, нужно укрытие, нужно другое распределение ландшафта, растений нормальное отсутствие, но мы все равно им сделаем. И, конечно, обогащение среды. Ну что ж, я думаю, что мы приступаем. Продолжение следует... 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 Так, Майкл, покажи нам, как ты бегаешь. Нет, они, видимо, стесняются. Так вот, смотришь на них и не отказываются, они бегают. Ой, ты какая ты милашка. Так, это что, куча? Он нам наложил кучу? Пик-пик. Ай, ты какая милота. Ему нужны самки, наверное, в достаточно большом количестве по возможности. Давайте мы поищем еще. По крайней мере, нет, давайте вот так посмотрим. Вообще им как бы норм вдвоем, но я думаю, что если у него до 11 самок может быть, то почему бы нам ему этого не сделать. Так, фильтры взбросить и черная луговая собачка. Черно-чернохвостая. Так, как у нас тут по самкам? По самкам у нас есть, кстати, вполне себе золотые медалистки. Вот. Отправляем все. Ну, просто, чтобы им было веселее, да, потому что сейчас они такие, может, и веселые. Но их две, и они очень маленькие. Так, многие гости думают, цены слишком высоки. Давайте снизим. Удовлетворенность посетителей ноль, конечно. Как иначе? Ладно, давайте мы еще подумаем насчет посетителей. Чтобы все разошлись. Так, что? Давайте. Что пожрать? Сувениры всякие. Ой, сколько всего. Так, вот зоопарк у нас есть. Туалеты. Не хочу я в африканском стиле ставить пока что. Стойки информации. Мне кажется, они изменились. Были какие-то уже готовые. Экран проектора. Так, храна. Скамейки. Так, это не скамейки. Вот они скамейки. Новый свет. Вот. Новый свет, это хорошо. Ну что? Народ. Может быть, ночь? Поэтому все разбежались. Или что, просто толпятся? Типа нет, нет, нет. Слушайте, правда нет, нет, нет. Прям не хотят идти за такие. Так вы бы мне сказали, друзья, какая цена для вас нормальная. Все, вот это вот нормально. Скоро спарятся. Ой. Какая милота. Они обнимаются. Обнимаются. Как люди. Это у нас Чимани. Ну-ка. Что у нас там по поводу? О, она собралась в ямку. Текущий партнер Майкл. Член одной стаи Майкл. И. Настаиваю, что пока что мы можем их переменуть. Так. И вторая девчонка у нас. Пускай она будет тыпа. Я не выговорю просто. Так. Все, люди появились. Ура-ура. Соответственно, да, у нас ночь. Сразу видим, чего не хватает. Чего нам не хватает. Во-первых, я нашла все-таки стойки. Ура. Это хорошо. Образовательный эстенд о вольере. А, подождите. Это не тот. Это без экрана. Нам нужен с экраном. Все перегородили, конечно. Так. Образовательные материалы. Да. Перекрывающая текстура. Что? Ой. Берите. Нет. Меня устраивает. Образовывайтесь. Образовывайтесь для людей. И я хочу еще свет обязательно. Свет и, наверное, даже... Так. Место обсуждения животных. Интересно. Что это за мусорка? Смотровая площадка. Это, наверное, вот эта вот веб-камера в вольере у нас есть. Некая. Да, вот так вот мы можем поставить вот сюда, например. Так. Наблюдает за вольером один. Все, парни. Прекрасно. Теперь. Ммм. Что-то тут зеленое. Смотровая площадка. Пока что первый раз ее вижу, поэтому не могу оценить. Так. Установить фокусировку. Фокусировка на второй площадке. Положим так вот. Подтвердить. Выберите пейзаж или здание, которое станет точкой фокусировки или посетителей на смотровой площадке. Либо выберите вольер, чтобы привлечь внимание к соседним обзорным точкам вольера. Ну, давайте как-то так. Ладно. Так, что нам пишут? Многие гости думают, что цены слишком высоки. Да вы издеваетесь. На что нам животных-то задержать? И ветеринарное исследование изучено. Первое. Продолжить. Давайте сразу, как я и обещала. Нам открылись игрушки, интересные факты. И мы эти интересные факты обязательно будем читать. Так, интересный факт. Луговые собачки относятся к себейству беличьих. То есть, это у нас такие милые африканские белки. Или, нет, подождите, они африканские. Белки из США, Канады и Мексики. Чарохвостые луговые собачки очень чувствительны к низким звуковым частотам. Это позволяет им слышать, когда хищники перемещаются через их норы. Так. Теперь давайте-ка мы посмотрим вот что. У нас появилась возможность кормить их чуть-чуть получше. Не просто сеном, а гранулами. И, я так понимаю, у нас открылись для них игрушки. Да? Нет? Что открылось? Ничего себе не открылось. Так, вапун. Ах, у нас что? Маленький, маленький зверек появился. Маленький. Как они быстро, слушайте, размножаются? Маленькая луговая собачка. Такая, с такой большой башкой и очень маленьким тельцем пока что. Все лопают, зарылись в сено и лопают. И прекрасно им совершенно. И люди, я надеюсь, довольны. Так. Что у нас тут? Пожертвования, кстати, идут. Вот непосредственно животным люди прекрасненько-прекрасненько жертвуют. Здорово. К нам даже зашел какой-то гость. Привет, чувак. Поздороваться. Дали нам немножко этих эко-кредитов. У нас появились испытания. Я думаю, что мы завтра их будем... Завтра, в смысле, в следующей серии будем их как-то воплощать, исполнять. Маленькие такие милашки. На котяток похоже. Но это белки, мы помним. Еще одно ветеринарное исследование завершено. Прекрасно, прекрасно. Что же нам открылось? Интересный факт не открылся, зато открылась кормушка-арбуз. Да ладно, они правда ее будут кушать? Сейчас ее пониже перемещу. Такой большой. Будете кушать? Он же... Слушайте, это опасно для жизни просто. Ай, играют в белчатки. Взрослых особей у нас прямо впритык вполне хватает. Генетический состав. Иммунитет у нас очень плохой. Ну, потому что, видите, ну, такие они достаточно простые. Просто базовые у нас. И... Ну, то есть, вот есть одна золотая самка. Остальные все базовые. Самца бы по-хорошему, кстати, тоже сделать... Не сделать мы не можем сделать. Но если вдруг появятся какие-то у нас золотые самцы, то, возможно, этого мы продадим в другой зоопарк. Так, ну-ка, почистил. И что? А новую? А новую еду? Нет, не принесешь. Ну, ладно. Вредина. Ладно, я думаю, что на этом мы закончим. В следующей серии мы будем делать для выдр. Уже водяной такой. Вот у нас есть выдры. Бразильская выдра раз, бразильская выдра два. Кстати, нормальный иммунитет. И, ну, с большим количеством воды. Я надеюсь, там они будут плавать, резвиться. Пошел у нас, к счастью, бюджет в плюс. Это важно, потому что иначе бы как мы... Иначе бы делали вольеры для выборов. Очень интересно. Интересно, в общем, в серии нам все-таки покажут, как они лопают этот гигантский арбуз. Пока что вот не показывают. Ну, ладно. И не забывайте ставить лайк, писать комментарии. Подписываться на канал. Возможно, становиться спонсором, если хотите как-то меня поддержать. И мы с вами увидимся в следующих сериях. Будем заниматься выдрами. Или, если есть какие-то особые пожелания по животному, вы мне пишите. Я подумаю, может быть, и не выдрами. Смотря как будете вести себя в комментариях. Все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова